Психология долгов. Долги обычно не возвращают. Даже деньги под контролем книг будет возможность обязательно детей изучить. К сожалению, и большая у меня практика за последние 30 лет моей жизни. Здесь третья сура Курана, 75-й аят, есть очень важный момент относительно людей Писания подразумевается и в том числе и религиозно практикующие мусульмане и любой человек. Одному дашь 45 кило золота, он тебе вернет все в срок. Другому дашь одну золотую монету и замучаешься ее возвращать обратно. И вот психология невозврата очень тонкая. Внимательно почитайте этот аят, перевод, мой богословский перевод смыслов, и здесь как раз в том числе. То есть те, кто не возвращает долг, он находит самые разные на то причины. И даже здесь в аяте говорится о том, что . Они сказали, что невежды. Что такого, ну обманем этих невежд. Если мы обманем неграмотных невежд, нас за это Бог не накажет. Там такой смысл. К сожалению, среди религиозно практикующих тоже момент такой бывает. Это просто религиозное безобразие. Это не радикализм, это безобразие. Когда они говорят, а он там намаз не читает, его можно не возвращать долг. Это как это? . Даже здесь, 76-ая тоже посмотрите, это очень обязательно. Придерживаться долговых отношений, деловых отношений. То есть взятых на себя обязательств, выполнять их. Стараемся. Это важно. А вот обманывать людей – это очень большой грех и даже здесь говорится. Те, кто прикрывается вроде как, а они невежды, а они такие, а вот они сякие, они непрактикующие, или они христиане, или они безбожники. Нет. . Они лгут и знают о том, что лгут в адрес Всевышнего. Так что самый лучший совет – не давайте в долг. . .